Единая дежурно-диспетчерская служба в Одинцовском районе образована в августе 2014 года. За это время практически с нуля была создана, пожалуй, лучшая в Подмосковье система обработки и экстренных телефонных вызовов. В целом задачи по развертыванию системы в нашем районе выполнены. И это мы слышали и видели на открытом заседании правительства, которое было посвящено именно этому вопросу. Мы в зеленой зоне. В настоящее время автоматизированные рабочие места операторов сопряжены с главным центром ЕДДС, оперативными службами, а также с центром ЕДДС-112 Московской области. Хотя Одинцовский район и в лидерах по внедрению и отлаживанию работы системы вызова экстренных служб 1.1.2, вопросы сохраняются. Это и не всегда достаточное количество автоматизированных рабочих мест, и нехватка квалифицированных операторов, и слабый уровень взаимодействия экстренных и тревожных служб. Мы сейчас выходим с вами на ситуацию бутылочного горлышка, когда в ЕДДС-112 поступают массово звонки, и дальше у нас происходит затор. Здесь мы бьем тревогу в том смысле, что мы готовы, наши оперативные и силовые службы пока дают сбой. Тем не менее, все ведомства, охваченные системой 1.1.2, находятся в рабочем тестовом режиме. Времени на устранение недостатков и шероховатостей впереди еще достаточно. По поручению главы района в течение ближайшего месяца предстоит завершить прокладку специализированных линий связи, обучить дополнительное число операторов, оборудовать еще несколько автоматизированных рабочих мест. Я уверен, что мы за летний период как раз в таком тестовом режиме, который сейчас происходит, мы отработаем и набьем все шишки. Потому что лето – это как раз период основных происшествий. У нас большое количество дачников, соответственно, жарко, возможно, пожары. Эти дачники и жители нашего района выезжают на своих транспортных средствах, значит, ДТП. У нас большой разбор будет воды, большой разбор будет электричества. По этим службам, соответственно, отработаем газ, который необходим для готовки пищи, допустим, в наших СНТ, ДНТ. Поэтому все службы, я уверен, будут у нас взаимодействовать. Опять же, реки, озера, необходимое реагирование при каких-то ситуациях. Решить все задачи, связанные с функционированием системы 1.1.2 на территории Одинцовского района, необходимо до 1 декабря 2015 года. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.